Далеко не все создано быть консультантами. А что такое совсем нерелевантный резюме? Все меньше вижу BCG как компанию, которая будет давать стратегический совет. А вот консультанту-дженеровисту нужно ли уметь писать код? Сегодня в Консалтинг Плюс Плюс интервью с Сергеем Ишколом, партнером московского офиса BCG. Подписывайтесь на канал FLEZ, включайте колокольчик и задавайте в комментариях интересные вам вопросы. Мы же начнем с базового. Почему стоит и почему не стоит идти в Консалтинг? То есть, наверное, начну не почему BCG, а почему Консалтинг. Никто, кроме как консультанты, вот эти все изменения мира, мира бизнеса, мира, не знаю, государственных услуг, мира вообще всего того, что меняется, не пытается как-то правильно систематизировать и понять, как в этом мире выживать компаниям и делать успешный бизнес. То есть, если вдуматься, то за последние, ну не знаю, сколько, 50-70 лет все индустрии поменялись радикально. А консультанты были рядом, чтобы поддерживать эти индустрии, помогать бизнес-лидерам принимать правильные решения. Ты будешь всегда понимать для отдельно взятой индустрии или для целой группы индустрии, что происходит. То есть, это, наверное, первое. Второе, ты всегда будешь работать с лидерами индустрии. Третье, ты всегда будешь работать с decision-maker, то есть, с людьми, которые принимают ключевые решения в компаниях. Это руководители, это акционеры, это там SEO, это SEO-1, вот это такой уровень. Причем, что самое интересное, работая в консалтинге, в целом ты будешь работать с ними, ну, иногда там чуть ли не с первого дня. То есть, вполне возможно, тебя попросят подготовить какую-то презентацию, которую ты будешь вместе с партнером или с руководителем своего проекта презентовать. Еще один фактор, который я бы добавил, это твое будущее. То есть, допустим, консалтинг дал тебе этот helicopter view, консалтинг дал тебе возможность поработать с лидерами индустрии, консалтинг дал тебе возможность поработать с decision-maker. После этого ты можешь взять эти знания, и, допустим, тебе не хочется работать в консалтинге, дальше ты можешь их взять с собой и куда-то уйти. И те знания, которые ты накопишь, даже за очень короткое, промежуток времени в консалтинге, они окажутся очень-очень важными для использования в любой сфере. Далеко не все созданы быть консультантами. И это такая же работа, как многие другие. То есть, у кого-то реально классно получается программировать, например. Это суперталентливый программист, вполне возможно, он там создаст новый стартап, который будет стоить миллиарды долларов, и он на этом очень классно заработает. При этом он не будет способен структурированно сверху вниз излагать свои мысли, доносить их до клиентов и так далее. Ничего страшного. То есть, ты можешь быть очень крутой разработчик, и ты в этом преуспеешь, это твое будущее. Ты можешь быть крутым менеджером в корпоративной среде, который быстро связывает вместе разных людей, выстраивает команды, дает им задачки, смотрит, как это все работает, выживает в политической какой-то войне с другими подразделениями. Это тоже нормально. Тоже люди совершают, делают безумные карьеры. Вполне возможно, работа в госкорпорации, в какой-то корпоративной среде, не важно, она будет гораздо более успешна. Там тоже очень большие и деньги, и возможности, и рост, они тоже есть. Важно понимать, что, приходя в консалтинг, ты попадаешь в очень специфическую среду. То есть ты начинаешь работать в регулярном проектном режиме, то есть для тебя рутиной становится проектная деятельность. Почему эта проектная деятельность не такая, как в больших компаниях, когда есть проект, он идет год, мы к нему периодически возвращаемся. То есть, по сути, для тебя проект – это рутина. Нет. Есть проект, но он очень четко ограничен по срокам, за ним очень пристально следят, за него платят большие деньги, соответственно, хотят получать фантастические результаты. То есть каждый день твоей работы ты должен просто отдаваться по полной. Ты сильно устаешь, но при этом ты действительно генерируешь какое-то качество продукта, которое несравнимо, скорее всего, с тем, что ты бы генерил в индустрии. И это не для всех. Всем нужно это понимать. Надо просто понять, это другая работа, и надо на нее как-то по-другому смотреть. То есть вы же не пойдете, например, там, хопа, говорят, шеф ресторанов, шеф ресторанов получают классные деньги, потому что они вот открывают мишленовские рестораны, а что мне не стать шефом, вот пойду туда. Ну, как-то вот туда почему-то не направляются, но направляются к нам. А это реально то же самое. Ты должен быть готовым к этой работе, жить в такой ритме. Консалтинг не для всех, как и, например, наука, космонавтика и, скажем, живопись. Если вас тянет в консалтинг только потому, что это модно, денежно, и все туда хотят, одумайтесь. Потратите уйму времени и сил на подготовку и будете только страдать на нелюбимой работе. Если же понимаете, что консалтинг – это ваш осознанный выбор, найдите несколько месяцев на подготовку и приходите к нам в Афлес на курсы. Теперь, почему BCG. BCG делает очень большую ставку на своих людей, причем ставку на то, что он вырастет из них партнеров. Действительно, очень большое количество людей проходит всю пирамиду, всю иерархию внутри BCG, становятся партнерами. Те, кто по потемленным причинам уходит из BCG, либо они действительно решили, что консалтинг не для них, либо все-таки они перформили хуже. Конечно, мы помогаем, конечно, мы стараемся обеспечить их будущее в других компаниях. Мы стараемся поддерживать самую семейную обстановку. То есть мы помогаем людям принимать те или иные решения по их карьере. Мы обучаем их там, где им нужно. Мы подсказываем им, где им можно стать лучше. Мы создаем социальный климат, который очень хороший. То есть у нас огромное количество социальных активностей, выходящих за пределы работы. У нас совместные тусовки, совместные поездки. Многие люди остаются друзьями на всю жизнь именно благодаря вот этой культуре. Наша задача сделать из каждого человека, дать ему все шансы добиться успеха внутри компании. То есть это ключ. А сколько человек сейчас в московском офисе? В московском офисе сейчас, если брать полностью офис, это порядка 350 человек. Это и консультанты, и поддерживающий персонал. Консультантов около 200 человек. Вот я, наверное, так его описал. У нас достаточно большая команда поддержки, которая как раз этим консультантам максимально помогает работать. Ну вот если раньше консультант, это был скорее такой носитель сокровенных знаний и информации, до которых просто нельзя было докопаться. то есть, ну представь, у тебя нет, представь, что у тебя сейчас отрубается интернет, например, да, вот как ты узнаешь какие-то свежие, свежие новости, как ты узнаешь, как что-то работает. Представь, что у тебя нет Википедии, у тебя нет мобильника, на который ты можешь позвонить, там, кому угодно в мире. Вот эту роль такого, наверное, интернета, мобильника выполняли консультанты, то есть они могли принести те самые идеи, которые используются в другой стране, в другой индустрии и так далее. По мере открывания информации и упрощения доступа к этой информации, конечно, роль меняется. То есть вот сейчас, на мой взгляд, роль это, в первую очередь, такой коуч-фасилитатор, который приносит и там вместе с тобой, держа тебя за руку, проводит тебя к самым изменениям. Вот. И одновременно кто-то, кто позволяет тебе что-то сделать очень быстро. То есть зачастую ты понимаешь, что надо делать, ты даже понимаешь, как свою компанию, своих людей заставить эти изменения произвести, но ты понимаешь, что вот своими силами это займет год, а тебе надо, не знаю, за два месяца, чтобы эти изменения точно уже были. И вот тогда отзываешь консультанта. Ты предуседил мой следующий вопрос. Он такой. А где ты видишь BCG через пять лет? Я, честно говоря, вижу BCG как такой one-stop-шоп для компании, которая хочет сделать изменения. Честно говоря, я все меньше вижу BCG как компанию, которая будет давать стратегический совет, потому что это почти уже не нужно. То есть компаниям не нужен стратегический совет. Компаниям нужно учиться. Get things done. И быть просто готовым к тому, что все будет меняться постоянно. Нужно для этого сделать IT-разработку, переструктурировать эти системы. Мы это сделаем. Нужно для этого разработать прототип каких-то электронных продуктов для того, чтобы быстро их вывести на рынок. Мы это сделаем. Нужно нам провести какие-то организационные изменения, дать лидершип, коучинг для наших сотрудников. Мы это сделаем. Ну и так далее. Для этого BCG как раз уже сейчас выстраивает огромную экосистему либо партнерств, либо компетенций внутри. То есть есть тоже интересная картинка у нас внутри. Как выглядел BCG, наверное, 10 лет назад. То есть это такой руководитель проекта. С ним три сообразительных консультанта. И все, вот они приходят. Два месяца закрываются в комнате, делают презентации, приходят к клиенту и говорят, вот некое решение. И как выглядит BCG сегодня? Это реально огромное количество различных компетенций, собранных вместе. Какие-то это часть BCG, какие-то это дочерние компании BCG, какие-то партнерские компании BCG. И проекты это уже не два месяца, а это многолетняя программа, в рамках которой мы действительно стараемся перенести, в принципе, все, что есть клиенту. И работая в этой сложной команде, сделать вот так, чтобы у него эти изменения реально произошли. Я думаю, это будет только увеличиваться, вот эта сложность. И нам как раз в течение пяти лет нужно будет правильно научиться этим всем управлять, поскольку сейчас комплекс уже внутри консультантов компании тоже начинает становиться слишком большой. Консалтинг уходит от кабинетных исследований о долгосрочной стратегии к быстрой стартаперской реализации изменений в бизнесе. Это отличная новость для тех, кто хочет видеть реальный результат своей работы, а не просто разрабатывать советы для топ-менеджмента. Интересно, как в этой ситуации изменится модель работы BCG? Окей, я слышу, что консалтинг и BCG в частности становятся таким one-stop-shop, где нужно много разных экспертиз, много разных навыков. Вот какие люди нужны сейчас в BCG? Какие навыки и знания нужны, чтобы попасть работать в BCG? То есть те люди, которые к нам приходят, в целом они в любом случае должны быть, они должны логически мыслить, они должны уметь строить, смотреть на картинку сверху вниз, то есть понимать какие-то большие проблемы, понимать, как их решать, понимать, откуда эти проблемы берутся. они должны быть однозначно аналитическими, то есть они должны понимать, как ту проблематику, на которую они смотрят, можно подкрепить цифрами, что в этих цифрах нужно поменять, чтобы проблема решилась. И они, конечно, должны быть очень, как ни крути, их коммуникация, их способность коммуницировать с внешним миром, она очень важна. То есть они могут быть глубоки в цифрах и так далее, но они одновременно должны быть способны донести свои идеи до клиента. И, наверное, не только донести идеи, а еще и построить связи значимые, которые могут длиться несколько лет. Ну, как я сказал, мы все больше превращаемся в компанию, которая не просто приносит идеи, а она поддерживает клиента на протяжении его жизни, назовем. Мы прекрасно понимаем, что нет таких универсальных бойцов, чтобы ты там был одновременно какой-нибудь фантастический data scientist, который не то, что даже number crunching'ом занимается, а делает это просто на фантастическом уровне. И при этом ты супер открытый, такой cool товарищ, который может общаться со всеми на какие-то общие темы и вызывать у всех чувство доверия. То есть мы пытаемся, когда мы отбираем, реально смотреть на разные группы, людей, которых мы рекрутируем, с разных углов. То есть, с одной стороны, да, консультанты-дженералисты, которые будут таким клеем, наверное, которые все держат вместе. Дальше у нас есть специализированные такие компетенции, в которых мы делаем больше упор на их какие-то hard skills, например, но меньше на soft skills. Как команда, мы всегда набор необходимых компетенций клиенту предоставим. Но мы будем понимать, что вот этот человек очень хорошо считает, а этот человек может действительно обеспечить хорошую такую связку между клиентом и тем, кто очень хорошо считает и делает вещи на этом уровне. Еще лет пять назад консультанту было достаточно быть мастером презентации и Excel-моделей. Сейчас же, в эпоху цифровых трансформаций, кажется, что без навыков программирования не обойтись никому. Многие консультанты усиленно изучают Data Science и Computer Science, учатся кодить на Питоне. Я сам отучился год в школе анализа данных в Яндексе. Реально ли навыки программиста нужны консультанту? Или это комплекс неполноценности гуманитария в пиджаках? И что о технологиях нужно знать консультанту? Вот смотри, а вот консультанту-дженеровисту нужно ли уметь писать код? Части, ну такой уже значительной части, уже, наверное, половине, по крайней мере, ребят, кто к нам приходит именно как-то дженералистами, нужно, ну если не уметь писать код, то очень неплохо понимать, почему код вообще пишется, что существует с точки зрения технологий, и понимать, ну по крайней мере, основной словарь, который используется таким, ну, не знаю, диджитал-специалистами в работе. Как такое понимание получить? Ну есть, наверное, две компоненты. Первый, если человек еще не работал у нас, и он только хочет прийти, я очень рекомендую, вот помимо всей специфики подготовки кейс-интервью, там, пониманию того, какие задачи бизнес решает, зачем он их решает, и так далее, реально подумать о том, ну, почитать, элементарно просто почитать, вот как устроено IT, что это такое, там, какие есть языки, почему существуют, не знаю, базы данных, то есть какие они бывают, как устроена в целом архитектура IT того или иного бизнеса. Это очень полезно. Мы действительно обращаем внимание на таких диджитал-сави людей. Можно же даже уже по ходу интервью рассказать про то, что я вот помимо того, что хорошо понимаю, как работает, не знаю, какая-то майнинговая компания, я еще понимаю, там, какой-нибудь IT-ландшафт, который вокруг нее работает. Это плюс. Вот второе, конечно, мы даем и обучение, это и по ходу проекта всегда дается, мы стараемся привлекать соответствующих специалистов, которые рассказывают про тематику. Ну, плюс есть такие более общие тренинги, которые подготовят тебя. Но как с бизнесом, так и вот с личным обучением все очень просто. Если ты сам себя не готовишь, ты сам себя не поддерживаешь, как бы на острие, что называется, ну, за тебя это никто не сделает. То есть надо просто этим интересоваться и надо понимать, что это теперь неизбежно. То есть если ты не понимаешь ничего, ну, я бы даже не называл это войти вообще в диджинал в целом, ты, скорее всего, отстал от жизни. Зрители ФЛЕС часто спрашивают, есть ли у них шансы попасть в BCG после 30? А что, если вуз был непрофильный? И какой опыт нужно получить, чтобы иметь преимущество в отборе в BCG? В ближайшие пять минут вы узнаете ответы на все эти вопросы. Какой опыт ценится у людей, которые приходят в BCG? В первую очередь, конечно, ценится опыт консалтинга. Это понятно. Второе, мы очень любим людей, кто делал похожую тематику, такую проектную, очень связанную с поддержкой больших изменений в крупных компаниях. Проектная работа по изменениям в крупных компаниях. Да, проектная работа по изменениям в крупных компаниях. Ну, или стратегическая работа в таких же компаниях. То есть кто-то, кто сталкивался как раз с глубокой аналитикой, когда им нужно было посмотреть на проблематику внутри компании, кто поддерживал большие изменения, то есть выстраивал какой-нибудь штаб трансформации, кто устраивал какой-нибудь проектный офис, возможно. То есть это тоже компетенции, которые ближе к нам. То есть даже так, компетенции, которые у них, они точно есть. То есть если этих ребят еще обучим именно работать в режиме консультантов, то есть более, наверное, быстрым, более ориентированным на такое, на обслуживание клиента, то точно все будет работать. Вот. И на какие еще мы навыки смотрим? Это, ну, владение знаниями в конкретных индустриях, с которыми мы работаем, или такими глубокими навыками, такими хардовыми, на которые мы смотрим, если мы говорим про диджитал, про цифру и так далее. Вот. Здесь сложнее, потому что, конечно, получается, что многие из кандидатов, они действительно обладают необходимым знанием индустрии, но они, ну, совсем уж никогда не работали в режиме проектов, они никогда не работали вот так вот сверху вниз и не смотрели на свою индустрию по-стратегически. Здесь, где можно, мы все-таки пытаемся их обучить, то есть если ребята проходят к нам отбор, мы делаем большие усилия для того, чтобы их в нашу культуру, в наш режим работы внедрить, но, честно скажу, это непросто. Теперь самое время узнать у Сергея, зачем нужны мотивационные письма и в чем заключается тест и письменный кейс в BCG? В чем отбор заключается и какие бывают у кандидатов ошибки, когда они готовятся? Отбор в BCG состоит из нескольких этапов, расскажу, наверное, про каждый из них. Ребята присылают свои резюме, заполняют формы на сайте, то есть, ну, что называется, апплицируются, то есть они говорят, что я вот такой, вот мой резюме, я очень хочу работать в BCG, посмотрите на меня. Дальше у нас происходит этап так называемого скрининга, то есть мы смотрим на все заявки, мы честно смотрим все заявки, все заявки просматриваются вручную, мы очень хотим создать какого-нибудь умного робота, который будет на все это смотреть, но мы очень боимся потерять талант. Мы на всех смотрим, реально смотрим на всех, мы более того, сейчас пытаемся адаптировать наш процесс таким образом, чтобы мы дали всем шанс, но при этом не перегрузили компанию к каким-то чрезмерным интервью. Дальше, ну, плюс, знаешь, что интересно, уже на уровне того, как человек подготовился, как он составил свое резюме, что он написал в мотивационном письме, это сразу можешь понять, он там как-то рандомно забросил в кучу компаний свое резюме на удачу, или он реально хочет у тебя работать. Вот это тоже очень важный фактор, мы на него смотрим. Поэтому те, кто считают, что мотивационное письмо это какая-то фиктивная галочка, что его там надо скопировать с каких-то блочков откуда-то и отправить, просто хотят письмо, но вот вам письмо, это неправда. Мы реально читаем и мы пытаемся понять, насколько человек по-настоящему хочет быть в консалтинге. Соответственно, первый этап скрининг. Следующий этап мы всех тех, кто не работал в консалтинге, отправляем на тесты. То есть тест, это то, что называется, это numerical тест, то есть задачки... Типа джемата. По типу джемата, они чем-то похожи, но, честно говоря, на мой взгляд, проще, чем джемата, и как бы к этому не так сложно готовиться. Это отсев, ну, тоже такой нерелевантных кандидатов, кто, ну, совсем уж там, не знаю, не умеет считать, забыл математику, не может делать быстро те или иные действия. А это важно на следующих этапах, поскольку дальше тот же самый кандидат будет на кейс-интервью решать в уме, делать в уме определенные действия. То есть мы хотели на этом этапе. И здесь что важно? Мы исторически старались для снижения риска мошенничества и так далее приглашать кандидатов решать эти кейсы у нас в офисе. А сейчас для того, чтобы дать больше шансов в том числе тем, кто подается не из Москвы, кто, возможно, не учится в каких-то наших целевых вузах, но все равно дать им шанс, мы делаем, выводим эти тесты на уровень, то есть в онлайн. То есть мы нашли способы, как можно бороться с мошенничеством. И наши тесты, сейчас мы уже пилотируем эти технологии, и в ближайшем будущем они все будут онлайн, и все смогут очень быстро их проходить. То есть будет так, что ты зааплицировался, тебе присылают ссылку, говорят, смотри, у тебя есть время, проходи, когда тебе будет удобно, вот тебе бы теряли подготовки никаких проблем. Прошел бы, тебя приглашаем дальше. После вот этого теста мы приглашаем ребят на письменный кейс. Письменный кейс заключается в том, что тебя приглашают в офис BCG, дают много-много-много документов на английском языке, которые описывают какую-то ситуацию. Мы проверяем, как он за короткий промежуток времени может дать ответ, основываясь на неструктурированном потоке информации, которую ему дали. После того, как он все это подготовит, он рисует от руки несколько таких слайдов, назовем, с решением. К нему приходит наш интервьюер, и за полчаса примерно понимает, человек смог структурировать и понять вообще, в чем была задача, какое им потенциальное решение, или совсем нет. То есть здесь это такая уже проверка на структурированность, на то, как человек может обрабатывать информацию и как он может коммуницировать. Следующий этап это уже кейс-интервью, такие классические, которые консультанты проводят много лет. То есть это интервью с нашими руководителями проектов, принципалами, партнерами, на которых мы даем кандидату просто словами конкретную бизнес-ситуацию, в которой ему нужно разобраться за 30-40 минут. Ситуации могут быть очень разные, кто-то дает такие упрощенные ситуации своих реальных кейсов, кто-то придумывает фиктивные ситуации, тут вариантов много. Но на них всех мы тестируем что? Мы тестируем, как кандидат может быстро разобраться в новой для него тематике. Мы тестируем то, как он может сверху вниз выстроить решение, то есть такую логику, то есть на что я первое посмотрю, какие могут быть проблемы, какие у меня гипотезы, как я их буду разбирать. Смотрим, как он быстро разбирается в математике, потому что большинство из этих кейсов мы вбрасываем какие-то числа, и смотрим на то, как он качественно свое решение рассказывает. Мы тестируем кандидата в ситуации, максимально приближенной к рабочей. То есть он там, он находится под стрессом, он не знает там на сто процентов то, что он будет решать, и ему нужно быстро считать и показывать сразу, сходу, какие-то решения принимать. Есть неотвеченные вопросы? Пишите их в комментариях. Мы и коллеги из BCG ответим. И пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться и включить колокольчик. Лайки и подписки это топливо нашего канала. Спасибо за ваше время и до скорого!